Всем привет! С вами я, Алиса. Рада, что вы перешли на это видео, вторую часть. И так как оно получилось в тот раз очень уж большим по времени, то я решила не нагружать вас лишней информацией и растянуть это видео на две части. Если вы хотите узнать, что пришло ко мне в первой части посылки, то ссылку я оставлю в описании на этот видос. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки моего канала. Итак, сегодня же мы узнаем, сколько еще кукол и какие тут находятся. Скажу вам еще раз, что куклы заказывались для магазина Believix.com. Тут отобраны экземпляры, которых уже вообще не сыщешь в магазинах и которые являются достаточно дешевыми. Поехали! Я вижу куколку из серии Gloom & Bloom. Это Аммонита. Она обалденная. Недавно мне довелось держать эту куклу в руках и она меня удивила. Такая большая копна волос. Какой же у нее детализированный аутфит? И коробка большая, и аксессуары, та же портфолио. В общем, очень много вещей. Следующая кукла из серии Буйорк-Буйорк. И это кошка! Вы 100% догадались, поскольку единственная кошка, входящая в серию Буйорк-Буйорк, это Кэти Нуар. И она тоже европейской версии, не американской. У нее так волосы лежат немножко странно, на челочке. Немножко растрепались. Кстати, ее помада вообще теряется на фоне такого скинтона. Следующая кукла это Эвро Терхай. Это такой же желанный набор, как и сет с Хантером и Эшлин Эллой базовыми. Это еще одни базовые сестрички Холли и Поппи. Мне очень нравятся волосы Холли, потому что я всегда мечтала о куколе, у которой будут волосы вообще до пола, даже если не больше. И вот Маттелл осуществил такую мечту. Следующая кукла тоже из Эвро Терхай. И это Кубидон из коллекции Трон Каминг, которая европейской версии. Хочу отметить, что правый глаз у нее намного больше, чем левый. И это огорчает. А так, аутфит у нее большой и просто, ну, тоже хочется такое платье. А еще куклы Прекрасные крылья и маска в наборе. Еще одна кукла коллекции Трон Каминг, которая тут есть в посылочке, это Рэйвен Куин. Ого! И тут даже есть ценник, что кукла стоит 36 евро. Да, что-то как-то недешево. И если приглядеться, то глаза куклы в реальности выглядят намного меньше, чем те, которые на фотографии. Следующая кукла, это больше девчонка, которую я себе заказала в коллекцию, не для магазина. Я в нее влюблена просто до ужаса. Это кукла Братс. Кто бы мог поверить, но оказывается я решилась на такой поступок. Поскольку к Братс, вообще к этому бренду я всегда относилась, да и до сих пор, в принципе, отношусь как-то нейтрально. Ну, куклы и пуклы. Но в моем списке хотелок было три Хлои, три, вы можете себе поверить. И вот одна из них осуществилась. Все-таки я выбрала одну единственную, которая будет радовать мой глаз и стоять. Не знаю, пока буду ее распаковывать или нет. Но планирую снять на нее обзор, так что ставьте лайк, если вы хотите. Пожалуй, самую эксклюзивную куклу я оставлю на потом, на десерт. Ну а пока достанем с вами не менее крутую куклу из Ever After High, коллекция Legacy Day Raven Queen. Только что достали с вами Raven Queen из коллекции Throne Coming, которая находится вон там. А теперь и Raven подоспела из коллекции День Наследия. Смотрю на нее упоротое лицо и весело становится. Куколка из Monster High. Кошечка. Хм, вам это ничего не говорит. Итак, Катрин Демиал из коллекции Scar Master, также европейской версии. Вот такая вот красотка. Помню, помню ее. На арте она выглядит, словно она бежит куда-то, торопится на уроки и опаздывает. И у нее в губах карандашик. Жаль, что эту детальку маленькую не положили в набор кукли. Как тут много кошечек. И еще одна кошечка. Торли Стрип. Из коллекции Ghouls Sport. У нее такие яркие тени. Это необычно. Очень уж необычно. А еще такая яркая по моду. Вау. А еще, что в ней очень прикольно, так это то, что у нее лишь одна кисть окрашена в черный под перчатку. А вторая стандартная. Еще одна кошечка. Тоже Торли Стрип. Из серии Ghouls Alive. То есть монстры оживают. Давайте же проверим, как она работает. Все в отличном состоянии. Батарейки на 5 с плюсом. Сейчас смотрю на ее глаза и понимаю, что они смотрят прямо. А в последней посылке ко мне пришла кукла, взгляд которой отведен в сторону. И я все ломаю голову. Как такое случилось? У кого есть эта кукла, напишите, пожалуйста, в комментарии, с какими глазами у вас Торли Стрип. Потому что там, ну, явно что-то не то. По ссылке в описании вы можете посмотреть, какая же кукла пришла. Я не говорю, что это плохо, но вот просто очень интересно, а почему именно так вышло. На десерт я, как и обещала, оставила сладенькое. И первое это четверной набор из серии A Pack of Trouble. Да, он как-то продавался в России, и цена не секрет, стоил он 2000 рублей. Для четырех кукол это настолько дешево, что шок. Но потом он быстро закончился, потому что вся страна прорюхала и побежала в магазины. А теперь этот набор является эксклюзивом и хотелкой многих лаверов и ребят. И правильно, такие клевые монстры. Тут и Клод Вульф, и Клодин Вульф, и Хоу Лиша, всеми любимая девчонка Монстр Хай. А также Клавдия или же Клодия Вульф. И еще один наборчик, да, за мной уже целая коллекция кукол. И это не все, как оказывается. Еще один наборчик из коллекции Спальной. Это очень эксклюзивный сет, и, кстати, никогда распаковку или же обзор я на него не делала. Тык-ты-ты-тык. И это Клодин Вульф с ее двухэтажной кроватью. Да, это огромный плюс. То есть вы покупаете кровать, в то же время можете уложить туда целых две своих монстрешки. Меня очень забавляет эта подушка. Она прям такая в форме черепка, монструозная. А еще в комплект входит даже и холодильник, и разные там напитки в виде энергетиков. Пусть даже и так. Сколько мелких принадлежностей тут есть. В общем, вот такой вот Room to Hold. Ну, а посылка пуста, и не переключайтесь. Уберем ее. Да уж, ну и посылище. Столько кукол пришло, и главное, такие эксклюзивы. Вот реально попал в волну, называется. Напишите в комментарии, есть ли у вас какая-нибудь куколка Monster High или Ever After. Ну, или может быть, Wings из данного стеллажа. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Всех вас очень-очень люблю. И до новых встреч в видео. Be cool and crazy. Пока-пока. На днях я выложила на канал новую посылку. Если вам будет интересно, в каком состоянии пришли куколки, в том числе Дорали, Страйп и Дьюз Гаргон, то ссылку на видео я оставлю в описании. А также подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылки будут в комментариях. Всем привет, с вами я, Алиса. Кто смотрел третью часть для тех, вот вышло как раз-таки долгожданное видео, где я распаковываю посылку, которую и обещала. Хотя 10 тысяч лайков не набралось, но так как я вас всех очень люблю, то снимаю это видео. В этой огромнейшей посылке, она больше, чем я размером, в этой посылке я спрала кукол, достаточно дешевых, которых вообще нигде сейчас не найдешь. То есть они являются таким раритетом. Пришли они специально для магазина Бельвикс Ком, а некоторые экземпляры я оставлю к себе в коллекцию. Что ж, она содержит в себе много сюрпризов, давайте ее скорее открывать. Стоит отметить, что посылки упакованы не так, как из Америки, поскольку, когда посылки приходят из Америки, им все-таки нужно пересечь океан, а тут все с этим намного проще. Даже если коробка откроется, как бы это никого не волнует, такое ощущение. Никто все равно не возьмет этот товар. Ну, это, конечно, странно, но это факт. Поскольку вот всего лишь пару раз скотчем тут проехали, и все, вся упаковка. Что ж, ты-ды-ды-ды-ды-дин. Я застряла. Итак, я уже вижу, что находится внутри. Я не знаю, с чего начать, но первое, что мне реально попалось, что мне находится просто ближе, это вот такая вот косметичка, наверное. Хотя выглядит как сумка, но, скорее всего, тут находилась раньше косметика. А сейчас просто пустая коробочка, которая была даже не завернута в баблы. Тут есть фотография Фрэнкештейн, где ее рука просто оторвана. Такой чемоданчик я не видела, но я уверена, он будет смотреться очень клево. Поставлю его назад, надеюсь, вы увидите его. А также наборчик Ever After High. И тут уже джеверли бокс для Рэйвен Куин. Он понравится каждый. Такой же наборчик есть еще из Эппл Вайт. Так что напишите в комментарии вообще, какой вам персонаж нравится больше всего Эппл Вайт или же Рэйвен Куин. Так, вот я уже вижу баблы. Перейдем к еще одной сумочке, которую я тут вижу. Ух ты! Вот такой вот еще один чемоданчик. И стоит отметить, что это, конечно, покруче, чем вот такая вот картонная косметичка. Поскольку это реально настоящая вещица, сумка. Ее можно вот так вот повесить на плечо, положить туда нужные вещички и собраться куда-нибудь в поход. Ну, в поход я, конечно, согнула. Но на какую-нибудь вечеринку собрать туда самые нужные тебе вещи. И вуаля! Вот таким вот образом сумка открывается. Как обычный чемодан. Очень вместительная. А тут внутри есть даже зеркало. Та-та-тан! И, наконец-то, куклы. Все-таки видео уже про куклы. Если вы хотите узнать, что пришло ко мне в первой части посылки, то ссылку я оставлю в описании на этот видос. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки моего канала. Всех вас очень-очень люблю. И до новых встреч в видео! Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok